добрый день коллеги рада всех видеть на вебинаре напоминаю что пока я рассказываю и что-то показываю вы можете задавать вопросы в чат я успеваю их читать и на них отвечать и сегодня мы будем говорить про нейросети в принципе мы про них говорим уже в течение двух лет интерес еще не утихает все кажется новым необычным появляются какие-то интересные сервисы и всегда возникает вопрос а как в этом многообразии ориентироваться поэтому сегодня я расскажу вам и покажу на конкретных примерах как я подбираю нейросети для решения тех или иных задач и параллельно вы увидите множество сервисов некоторые из которых наверняка покажется вам полезными вот уже два года я и мои коллеги активно работаем с нейросетями сначала мы где-то осваивали иллюстрации потом генерацию текста очень сильно помогает как если ты боишься чистого листа как это сейчас получается у меня делали более сложные креативные проекты и вот в последнее время добрались даже до создания роликов из генерированных изображений и когда мы начинаем новый какой-то проект и говорим себе да мы возьмем на него нейросети и они сделают нам все так как надо сразу звучит второй вопрос а какую именно нейросеть мы можем выбрать из множества и почему это так сложно сделать вообще кажется что чем больше инструментов у нас с вами есть тем легче но на самом деле это не всегда так мы часто привыкаем к каким-то одним программам одним сервисом и пользуемся им уже много лет я вот могу признаться что я уже почти более 15 лет монтирую видео в одной и той же программе и ничего с собой поделать не могу и когда мы видим вот это вот краснообразие которое предлагают нам различные нейросети нам кажется что ой из там 30 и 40 и сотни мы сейчас легко подберем для себя что-то подходящее но по сути вот эти подборки достаточно бессмысленны потому что для того чтобы по-настоящему что-то выбрать это нужно потестировать обязательно попробовать руками у каждого из нас есть свои специфические требования которые авторы вот этих вот подборок 100 лучших нейросетей а не знают да они предлагают какие-то варианты и это полезно для того чтобы мы узнавали о существовании чего-то нового но без глубокого погружения а все эти подборки сохраняются куда-то в закладке а пользуемся мы двумя-тремя сервисами которые нам кто-то показал буквально пошагово следующая проблема которая возникает при выборе нейросети это иллюзия того что эффективность можно измерить что мы можем найти какую-то рейтинговую таблицу какой-то топ и взять из него только самое самое лучшее но опять же кто именно мерить и как он это делает для того чтобы измерить эффективность работы нейросетей генерирующих тексты существуют бенчмарки определенные рейтинговые системы определенные показатели которые а между собой сравниваются но посмотрите вот на четыре верхней строчки этой таблицы а они вам о чем-то говорят вы можете по вот этой рейтинговой таблице понять чем отличается предложим первая версия g5 от 3 версии от 2 от 4 или от той которая находится на 6 строчке вот эти рейтинговые таблицы как правило составляются для специалистов которые что-то разно разрабатывают которые что-то внедряют а для нас с вами они по сути не говорят ничего третья проблема это иллюзия того что мы вот сейчас действительно найдем что-то удобное что-то классное и с этим сервисом останемся навсегда вообще мы считаем что человек который что-то разрабатывает который вкладывает свои усилия будет поддерживать этот продукт но как минимум если не навсегда то в течение очень долгого времени но у нас немного сейчас другая экономика экономика стартапов и сервисы очень быстро появляются и также быстро исчезают вот когда появилась чат g5 возникли же сотни если тысячи сервисов которые работали на нем и умели читать pdf и анализировать их сочетали там канву и чат g5 или чат g5 и какие-то другие посторонние сервисы а потом в один прекрасный момент чат g5 обновилась и все это начала уметь сама множество сервисов после этого закрылись поэтому если вы находите что-то хорошее не факт что она будет существовать достаточно долго нужно смотреть и кто владелец и как когда возникло и чем отличается от конкурентов и опять же во всем этом самостоятельно разбираться ну не так то просто еще одно заблуждение касается того что достаточно просто зарегистрироваться и все будет прекрасно работать у всех у нас будет доступ сейчас ситуация несколько иная и сервис который вам кто-то хвалит сервис про который кто-то много говорит может оказаться недоступным и придется искать какие-то обходные пути или искать какие-то альтернативы и так опять же нужно уметь сравнивать и выбирать варианты до 25 разных для генерации изображений алина это абсолютно нормальная ситуация наверное мы тоже тестируем очень и очень много а потом останавливаться на том что именно нам подходит но вот что именно подходит в том-то и вопрос по каким критериям отбирать и последнее заблуждение это то что нам хватит каких-то бесплатных тарифов а в случае если их не хватит то мы сможем переключаться между разными нейросетями ну во первых разные нейросети работают по разному и начать генерировать что-то в одной не факт что вы сможете продолжить работать над этим проектом с помощью другой нейросети во вторых у них разные тарифы разные способы оплаты и опять же большинство сервисов принимают зарубежные карты а значит нужно очень серьезно думать и действительно искать альтернативы между которыми возможно переключаться а это значит что они должны быть похожие технические характеристики или искать такие сервисы в которых бесплатный доступ действительно не составляет проблем я покажу несколько критериев на основе которых я рекомендую отбирать нейросетевые сервисы это не значит что вам достаточно этих критериев наверняка у вас есть какие-то свои может быть где-то будет русскоязычный интерфейс для вас это важно а может быть будет важна какая-то дополнительная функция например функция удаления фона в генераторе картинки чтобы не переключаться между разными сервисами но тем не менее вот эти варианты вот эти вот варианты критериев могут оказаться полезными когда вы только с чем-то знакомитесь в топили сегодня шедевром а это вопрос в топе чего если говорить про российские нейросети для генерации картинок то у нас их буквально три поэтому шедевром сто процентов ходит в топ-3 если говорить про мировые чарты да все известные сервисы генерации картинок то здесь шедевром кое в чем не дотягивает опять же он же постоянно обновляется яндекс постоянно вносит какие-то изменения и то что кажется не очень хорошим сегодня завтра может быть очень и очень интересным поэтому любой сервис даже если вы признали его сейчас для вас негодным условно говоря выбрать для себя семь критериев по пяти он подходит по двум нет это не значит что от него нужно отказаться навсегда вы можете вернуться к нему через месяц через два через три и снова проверить возможно изменения они растите меняются очень быстро уже сделали этот сайт эту программу подходящий для решения ваших задач и так первый критерий это разобраться вообще что у вот этой вот машинки внутри на каком двигателе она работает почему она ездит лучше или худше других сервисов и для этого нам нужно понять чем сервис будет отличаться от нейросети и от модели мы с вами часто используем сервис и нейросеть как синонимы хотя это не так профессионалы часто используют еще слово модель и это тоже не совсем синоним вот детально с этим как раз разбираться будем на курсе креативный интеллект а пока для простоты понимания сервис это коробка внутри которой лежит подарок вот этот подарок и будет нейросеть коробка может быть большой маленькой в ней может лежать сразу несколько подарков она может быть привязана каким-то ярким бантиком цвета который вам нравится или быть наоборот максимально простой но в любом случае это всего лишь упаковка важнее то какая именно нейросеть какая модель находится внутри и часто важно даже не только имя собственное будь это gpt mid journey или какая-нибудь другая нейросеть но и конкретная ее версия потому что mid journey 5 и mid journey 6 это все таки большая разница особенно это важно когда вы генерируете тексты модель может сильно сильно отличаться от изменения ее версий и часто люди которые вот так начинают знакомиться с генерация текста через чат gpt говорят ой что-то она какая-то глупенькая а оказывается они пользовались бесплатным сервисом и там была чат gpt 3 и 5 по сравнению с текущей модели 4 омни да конечно она может действительно показаться глуповатой поэтому каким бы сервисом вы не пользовались будет это сайт будет это telegram бот будет это какое-то стороннее приложение всегда обращайте внимание на то какая именно модель работает внутри него на сайте вы видите те нейросети с которыми мы работаем на курсе креативный интеллект и кажется не так много но каждый из них можно получить доступ совершенно разным образом и часто от доступа зависят и их возможности поэтому в скобках написано как именно вы можете получить доступ а там уже от упаковки будет зависит то какие параметры и настройки вам доступны и вот именно эти имена собственные названия нейросети далее стейбл диффьюжен сумма да хейген и так далее вот именно их нужно знать и в них ориентироваться второй критерий это язык общения большинство нейросетей включая российский гигачат и яндекс gpt обучались преимущественно на английском языке но это значит на сто процентов или почти на сто процентов несмотря на то что с нейросетью яндекса мы общаемся на русском обучена она изначально на английском это легко заметить если вы в принципе учили английский язык можно видеть как строится фразы а как строится логика текста она действительно очень приближена к тому как мы говорим на английском языке и даже если нейросеть отвечает вам на русском иногда можно заметить что она как будто перевела ваш запрос на английский ответила на английском а потом перевела все обратно а иногда мы видим что нейросеть действительно понимает наш запрос на русском языке а значит что у нее есть возможность общаться на различных языках может быть на французском может быть и на немецком но в принципе большинство нейросетей лучше всего понимают и качественно выполняет задачу если вы ставите ее на английском а для этого вам достаточно google переводчика или яндекс переводчика дальше вы можете попросить нейросеть отвечать вам на русском и получить ответ в удобном вам виде но задачу лучше ставить на языке английском и кстати может быть не только английский вот посмотрите на три сервиса который позволяет генерировать видео вот это лума она понимает запрос и на английском языке и на русском языке попросили сигналы нейронов и в принципе видео соответствует вот это ранбей нейросеть и здесь запрос уже на английском языке он написан под большим черным окном слева сигнал и мы тоже видим то что видео соответствует но если в предыдущем увидели нейроны но не видели сигналы а здесь просто идет пролет через нейроны то вот здесь вот есть . которая обозначает импульс который затем будет распространяться по нейронам то есть на английском языке нейросеть поняла запрос лучше а вот эта прекрасная нейросеть клинг которая была обучена на китайском языке и для того чтобы получить у нее самый лучший результат запрос лучше всего перевести на китайский особенно если какой-то сложно специфичные есть отношения между объектами я не знаю китайского языка это просто машинный переход просто переведи передвину то же самое предложение и мы получили в принципе соответствующее видео обязательно ли vpn для чего уточните пожалуйста потому что тут нужно по-разному ответить на ваш вопрос если говорить про вот эти вот сервисы то для большинства нейросетей как я уже показывал доступ до из россии ограничен и нужно искать какие-то обходные пути для некоторых нейросетей которые я сегодня показываю нет он не нужен например вот этот вот нейросеть который сейчас видите на экране клинк она работает для россии в открытом доступе дальше следующий очень и очень важный критерий на который почему-то редко обращают внимание ну возможно потому что это немножко профессиональная вещь это то насколько большой проб вы можете написать обычно мы когда пользуемся нейросетью вот на бытовом на любительском уровне мы пишем есть запрос а не пром то есть просто набираем что нам нужно сделать пром то это более такой серьезный подход структурированный форматированный очень и очень объемный может быть сам по себе и может содержать большое количество информации например целых скопированный вставленный кусок некоторого документа и вот чем длиннее вы можете этот пром то есть чем больше текста помещается в окне ввода тем подробнее вы можете свою задачу описать чем подробнее вы опишете задачу тем с большей вероятностью нейросеть выдаст вам правильный подходящий результат быстрее чем если вы будете есть этого слона по кусочкам а еще в некоторых случаях важно подробно описать стиль например вы генерируете специфический текст и он должен соответствовать вашей аудитории соответствовать площадке там не должно быть слова однако или слово таким образом и вы это все описываете или например ситуация когда вы генерируете картинки и вам нужно загрузить туда референсы то есть другие подобные изображения а для того чтобы нейросеть понимала что что именно и делать вы знаете что показывать лучше чем рассказывать и вот большинство обычных сервисов дают ну примерно две три тысячи символов на ввод и это не очень много этого достаточно для запроса но если вы решаете какие-то сложно регулярные задачи то этого размера окна ввода может вам не хватить до многие нейросети ограничивают количество символов но они могут давать другие возможности для настройки промпта об этом мы тоже поговорим вы верно заметили вот например гамма которая позволяет создавать презентации многие ее любят я сразу скажу что я к числу поклонников не отношусь и предпочитаю другой подход к созданию презентации но тем не менее могу признать достоинство этого сервиса а вот у нее небольшое окно здесь по моему да тоже ограничение то ли на 2 то ли на две с половиной тысячи символов можно выставить количество слайдов она небольшое но язык и размер размер смыслами 4 на 16 день все это все что вам доступно подробно описать какую на презентацию вы хотели бы получить для какой аудитории с какой спецификой может быть загрузить какую-то информацию иначе презентация будет ну честно говоря очень и очень поверхностная а это сервис преза мало того что он бесплатный так еще и посмотрите помимо символов в окне ввода вы можете прикрепить сюда файл с информацией а в настройках вы можете дополнительно выбрать тон то есть язык который будет писать нейросеть и отдельное поле есть для описания аудитории то есть вроде бы количество символов все равно небольшое но за счет дополнительных поле ввода вы можете здесь сделать более грамотный более качественный запрос и получить результат получше вы не считая картинок картинки преза генерирует не очень хорошо еще один критерий это вот как раз то из чего проб будет состоять если вы пишете не просто запрос а как раз вы делаете грамотный развернутый проб так коллеги пишут что нет звука мне кажется у меня все хорошо пишите мне пожалуйста слышно меня или все таки есть какие-то проблемы есть значит возможно дело в вашем браузере возможно вам стоит перезагрузить страничку напишите пожалуйста и так вообще у каждой нейросети есть свои особенности и промпт который очень хорошо работает в одной нейросети может плохо работать в другой например есть такая особенность для генерации текста мистраль например предпочитают чтобы самое важное было в начале а чат gpt и другие подобные нейросети предпочитают чтобы самое важное было в конце это казалось бы мелочи но иногда они могут иметь значение и хорошо если во первых сервис дает инструкцию а во вторых если он помогает подсказками какими-то кнопками настройками быстро собрать правильный промпт до в гамме тоже можно закрутить документ и вот это вот возможность скачать а в пауэрпойнте она замечательна я говорю что этот моя вкусовщина мне не очень нравится а сам по себе но тем не менее сервис хороший и он помогает по крайней мере с макетами слайдов он работает точно лучше чем базовый не онлайновый powerpoint и вот примеры того как разные сервисы дают подсказки для того чтобы ваш промпт был побольше это суна для генерации музыки для генерации песен сверху есть поле промпта 3000 символов а снизу теги нажимая на различные теги вы можете собрать стиль вашей музыки и сгенерировать ее в том или ином стиле а это сервис нудер который примерно делает то же самое но у него теперь не тегами да вот не как теги выглядят а можно переключать и по стилям музыки подбирать подходящий и они тоже будут добавляться к промпту а еще здесь можно выставить время можно выставить тип это будет джингл это будет зацикленный кусочек звука или это будет какой-то полноценный трек то есть промпт собирается из отдельных частей по этим частям с некоторой сервисы дают подсказки и если они это делают разработчики сервисов большие молодцы дальше так проговорите пожалуйста технические характеристики компьютера для работы с нейросетями в области генерации изображения нужно ли особо по видеокарта для таких проектов если вы работаете с сервисами то все вычисления идут на их стороне то есть вам ничего для этого не нужно но если вы ставите свою нейросеть и работаете с ней то тут уже нужно смотреть да скорее всего вам потребуется именно компьютер и потребуется видеокарта от nvidia с определенными техническими характеристиками какие именно отличается для разных нейросетей я в конце покажу свои контакты приходите ко мне в личку я скину вам ссылку на человека который очень хорошо и подробно в своем канале про это все рассказывает следующий критерий это то как быстро генерируется контент не самая очевидная вещь но иногда садишься за проект и понимаешь что большая часть рабочего дня уйдет у тебя на ожидание очередной картинки скорости часто режут сайты сами ну потому что выгоднее давать платным подписчикам более высокую скорость а еще мы замечаем что вот в чат же 5 вообще в открытых генераторах текста часто падает скорость генерации в рабочие часы в сша потому что все бегут пользоваться этими сервисами но скорость и качество не зависит напрямую и вы можете очень медленно получить очень плохую картинку и наоборот очень быстро получить картинку очень хорошую вот например шедевру который генерирует изображение и лучше генерирует видео картинки генерируются очень быстро а для генерации видео проходит два этапа сначала генерация первого кадра а затем генерация самого видео и действительно от картинки до готового видео часто проходит меньше десяти секунд сервис работает очень и очень быстро особенно когда вы ставите приложение и работать на мобильном телефоне а вот это кандинский тоже российская нейросеть тоже умеет генерировать видео но посмотрите приблизительно 4 минуты написано на самом деле дольше и между вот этим запросам и вот этим результатом может пройти 10 минут а даже иногда и больше при этом по качеству результаты в принципе могут быть сопоставимы но скорость генерации очень и очень отличается бывает сам сервис вот медленно генерирует в принципе бывают просто такие дни вот клинк перед обновлением генерировал картинки по два по три дня это не всегда справлялся сейчас они накатили обновления генерация снова идет быстро но вот в тот момент как раз когда мы делали видеоролик у нас клинк работал очень и очень медленно это было печально так еще один критерий который естественно очень и очень важный это наличие бесплатных тарифов тем более он важен что у нас с вами не ко всем нейросетям есть доступ и не все нейросети могут быть оплачены российской картой поэтому важно смотреть на бесплатные тарифы они бывают freemium это значит что у вас обновляются функции например каждый месяц вам доступно какое-то количество бесплатной валюты а может быть триал когда вы регистрируетесь вы получаете 300 единиц валюты и когда они заканчиваются вы сервисом без оплаты дальше пользоваться не можете проблема в том что каждый разработчик придумывать свою собственную валюту она дает различное количество генерации и напрямую между собой сервисы очень и очень сложно сравнить вот для примера табличка 8 сервисов для генерации изображений от простых радиороссийских и заканчивая как раз о сложном ранвей где-то есть бесплатные токены где-то только платные и за 100 токенов можно где-то сгенерировать 100 изображений а где-то всего лишь 20 при этом токены а здесь называется по-разному вот у нейро холста это нейро у deep dream генератора это энергия где-то это кредиты где-то это там еще какие-то выдуманные единицы и во всем этом на самом деле очень сложно сориентироваться если вы выбираете среди нескольких сервисов и думаете насчет платных тарифов просто с калькулятором с листочком с ручкой садитесь и высчитываете стоимость генерации 100 единиц например 100 изображений так например для нейро холста а для того чтобы сгенерировать 100 картинок вам нужно потратить 200 рублей а в рановые для того чтобы получить 100 картинок вы должны так 20 это на 5 это значит вам потребуется 500 токенов и значит примерно чуть меньше 15 долларов вам потребуется для генерации а дальше садимся сравниваем и решаем не только по качеству но и по стоимости ну а для всего остального есть генераторы агрегаторы агрегаторы это сервисы которым подключено сразу несколько нейросетей вот это например сервис глиф у него тоже оплата по моему только зарубежной картой но у него есть и бесплатные какие-то возможности и вот он дает доступ сразу к набору нейросетей для генерации картинок тут даже вот свеженький flux есть они быстро его подключили и к набору нейросетей для генерации текста а вот эти агрегаторы есть разные есть агрегаторы которые российские и позволяют оплату российской картой надо тоже искать смотреть пользоваться ну обычно агрегаторы у нас представлены виде телеграм-ботов и с ними конечно в этом плане все попроще не считая того что вообще телеграм-бот не дает всех возможностей которые дает даже самый простенький сервис ну и последний вопрос он такой на закуску он не критичен этот критерий важен далеко не для всех только если вам часто приходится переключаться между различными форматами контента то есть решение одной и той же задачи генерировать и текст и картинку и видео и аудио и может быть еще какие-то документы загружать вот в этом случае лучше смотреть в сторону мультимодальных нейросетей которые могут в одном чате работать с несколькими форматами у нас это гигачат и он один из первых мире как раз подключил эту функцию гигачат умеет распознавать голосовые запросы сам он голос не генерирует но ваш запрос распознает отвечать текстом создавать картинки и он понимает загруженные файлы pdf может ему загрузить а можно загрузить какой-то ваш рисунок и вот эта мультимодальность иногда может стать очень очень большим спасением ну а теперь от теории к практике до рассказывать дело хорошее но лучше всего показывать а эта задача которую я решала вот буквально в понедельник и тоже подбирала нейросеть которая могла быть подходящей я покажу по шагам вы можете задавать вопросы про про нейросети в чате для решения каких-то ваших задач я с удовольствием на них отвечу и так задача этого понедельника у меня есть коллекция контента он преимущественно текстом но есть и небольшое количество картины коллекция контента это собранный материал где-то мой собственный где-то скачан из интернета где-то какие-то кусочки скомпилированы он структурирован то есть он размечен тегами разделами какими-то и в принципе крутится плюс-минус вокруг одной темы вот у меня есть коллекция контента которую нужно обработать получая материалы разных форматов например я хотела бы снять на вот эту тему видеоролик и мне нужен сценарий или я хотела бы сделать серию постов телеграме или мне задают какой-то вопрос по теме и я хотела бы получить черновик ответа от нейросети чтобы затем доработать его самостоятельно то есть мне нужно к коллекции контента которая у меня уже собрана подключить нейросеть ну и поскольку коллекция контента на в текстовом формате на русском языке нейросеть которая понимала бы русский язык и работала бы именно в первую очередь с текстом но еще было бы конечно неплохо если бы она понимала картинки которые кое-где в материалах собраны вот моя скромная коллекция контента здесь предположим всего лишь 53 страницы разной длины где-то маленькие кусочки а где-то огромные лангриды а вот критерии которым должна нейросеть соответствовать она должна понимать текстовые запросы и выдавать тоже текст она должна понимать русский язык то есть не переводить с английского на русский а сразу понимать запросы сразу понимать на русском языке и писать именно со стилистикой русского языка а не подлежащие сказуемое дополнение поскольку коллекция очень объемно то надо чтобы нейросеть умела работать с серьезными объемами в нем можно было загрузить бы сразу несколько документов и ответ тоже иногда нужен очень и очень длинный а еще поскольку я занудно и дотошно мне нужно чтобы в нейросеть можно было писать большие промпты где по шагам бы рассказывала что нужно сделать как нужно сделать и вообще учила нейросеть как правильно соответственно у меня есть несколько кандидатов с которыми я работала с какими-то побольше с какими-то поменьше и могу их протестировать и проверить подходит они или нет первое то что приходит в голову это телеграм-боты потому что они под рукой из них удобно оперативно получать информацию если прямо сейчас надо что-то сделать но при этом они не работают серьезным объемом и а в них нельзя загружать файлы для обработки поэтому телеграм-боты вычеркиваем следующий пункт это гигачат российская нейросеть которую я вам только что показывала она мультимодальна а значит будет и текст понимать и картинки которые встречаются в материалах но гигачат позволяет загрузить в один чат один документ а у меня их напомню 53 с хвостиком и и значит что для каждого документа по сути мне придется создавать отдельный чат а это неудобно особенно если понимать что самое интересное часто находится на пересечении материала следующий это все gpt.ru это как раз российский агрегатор нейросетей он платный но при этом спокойно оплачивается с российских карт я его нежно люблю потому что в него подключены совершенно разные нейросети сегодня хочу работаю с нейросетью от гугла завтра хочу работаю вот сейчас gpt после завтра захотела поработать с какой-то экзотической российской нейросетью не вопрос а все gpt дает это но у него нет базы знаний для хранения то есть я не могу загрузить туда все свои документы и потом просто в чате к ним обращаться всем хорош но вот это конечно большой минус зато такая функция есть у чат gpt к нему можно получить доступ бесплатный но на платном доступе у него как раз появляется возможность создания вот таких вот небольших до 500 документов баз знаний а а потом с ними можно регулярно работать это как раз то что мне нужно но при этом доступ платный и он получается заметно платным для решения каких-то задач ну и доступ конечно будет в обход потому что сам сайт россии заблокирован идеально конечно мог было бы если бы он был открытый бесплатный и еще можно было где-то давать доступ к этой базе знаний коллега поэтому я тестировала новый сервис не сказать что он прям совсем недавно появился про него был какой-то бум постов о том что он умеет делать подкасты потом оказалось что подкастом только на английском языке делать и про него немножко забыли а тем не менее сервис прекрасный он называется ноутбук мл это сервис от google он сейчас бесплатный доступен всем у кого есть аккаунт мы надеемся что он как можно дольше а может быть навсегда будет бесплатный у него можно загружать в базу знаний файлы 50 файлов и до 1000 отдельных текстовых сообщений давайте посмотрим как этот сервис выглядит это главное окно вы нажимаете попробовать ноутбук и дальше а вы просто через аккаунт google подключаетесь внутри он состоит из блокнотов вот как раз один блокнот это одна коллекция контента несколько вам даются как тестовые чтобы вы попробовали и приноровились а дальше вы можете создавать свои собственные вот у меня две собственные по современным образовательным технологиям и по презентации дальше в них лежит некоторое количество источников и выглядит внутри это вот так в новый блокнот вы можете перетащить файлы он понимает pdf он понимает текст просто текстовые файлы и он понимает аудио то есть вы можете какие-то голосовые или аудио дорожки вебинаров тоже туда перетащить плюс можно сразу выбрать напрямую файл на google диске и на google диске можно кстати выбирать презентации он тогда будет понимать с чего они состоят вы можете дать ссылку он сам скачает файл из интернета или вы можете просто скопировать вставленный текст если он у вас еще ни в какой документ не оформлен он загружается и на левой панели на панели источников у вас появляется вот такой вот список обратите внимание что документы отмечены галочками это значит что вы можете выбирать с какими именно документами вы сейчас работаете снизу у вас находится чат он сейчас свернут это обзор блокнота и можно быстро нажать на горячую на горячий вариант и получить ответ на какой-то вопрос например руководство по для изучения материала вы собираете материалы для своих студентов и сразу нажимаете руководство для изучения материалов и студенты получают гайд что в каком порядке изучать краткий обзор хронология содержание ответы на частые вопросы можно просто в чат написать свой вопрос например что ты думаешь по поводу таксономии блума и ответ на этот вопрос нейросеть найдет в ваших документах и вот тут внимание с одной стороны это плюс другой стороны это минус нейросеть от гугла которая сюда подключена она называется джи мини работает в данном случае только с вашей коллекции контента она не ищет дополнительную информацию в интернете она не ищет информацию в каких-то своих знаниях на которых ее изучали все ее ответы строго на том что вы добавили в этот блокнот это плохо если вы например хотели бы найти список литературы или ответ в интернете но хорошо для того чтобы убедиться что информация верифицирована впрочем это не освобождает нас от ее проверки и вот посмотрите я загрузила в ноутбук сейчас документы которые мне нужны отметила галочкой те которые подходят под мою тему предположим я хотела бы получить сценарий вебинара написала в чате как раз свой запрос состав план на такую-то тему план по тоже по вопросу который часто называют и запустила работу в ответ я получаю план вебинар который я кстати могу сохранить тут же внутри блокнота он уйдет в одну из тысячи заметок и затем с этим планом я тоже смогу работать вот он видите на экране качество я оцениваю пока как средняя ну скажем 6 7 из 10 но хорошие качественные промпты подбор материалов по которым нужно генерировать эту ситуацию исправит и в принципе с этим блокнотом можно работать вот очевидное применение то что мы проговаривали с коллегами это загрузить материалы какого-то курса до каких-то лекций а потом быстро получить ответы на типовые вопросы перефразируют термины или нет в целом вот то что я наблюдаю это достаточно точное соблюдение того что у меня написано в документах а вообще снизу вот в чате написано пожалуйста проверять информацию и конечно стоит следить и проверять но в целом достаточно точное соответствие тому о чем я писала вот каких-то парик так что вот новый инструмент в мою копилку протестирован при признан для чего-то годным и надеюсь что вы его попробуйте потестируете мне кажется это то чем нужно пользоваться я не понимаю почему все говорят что вот ноутбук или хорошо делает подкасты когда он прям совсем совсем для другого создан так где храню коллекцию контента я храню коллекцию контента вот здесь и вот это скриншот сервис называется capacities это британский сервис он очень очень свеженький то есть многие функции еще в нем достаточно сыроваты и у него нестандартная структура переезд я сделала не так давно то есть буквально в начале осени и мне очень очень нравится то что я вижу но он не похож по логике хранения ни на evernote ни на notion ни на аналоги у него немножко другая структура и вот для того как я работаю с материалами она хорошо подошла все то что не поместилось в capacities или находится в других форматах я храню где попало так ну и как вы видите один сервис мы посмотрели немножко поглубже другие сервисы пробежали очень и очень быстро так как называется если правильно поняла вы спрашиваете про то где я храню так там тоже есть искусственный интеллект который подключается но подключается уже только в платном тарифе поэтому я его не пробовала и не тестировала а вот намного больше сервисов и больше интересного и полезного будет на курсе креативный интеллект мы его начнем с 26 ноября и он пройдет 4 недели это 8 таких развернутых полноценных вебинара где мы будем разбираться с сервисами которые генерируют изображения учиться писать промпты прям вот такие серьезные профессиональные промпты для генерации текстов работать с аудио и создавать видео видео у нас сейчас прямо наверное одни из самых интересных нейросетевых генераторов и с ними конечно очень и очень здорово работать и конечно будут различные практические задания чтобы вы все могли попробовать на практике я сегодня не одна буду рассказывать про курс я хотела бы пригласить сергей который тоже будет рассказывать и показывать свою часть потому что мы будем вести курс вдвоем моя часть это как раз визуал изображения тексты в самых разных видах и форматах и для различных сценариев это видеоролики как просто создание видео так и работа с нейроаватарами про свою часть сергей наверное расскажет самостоятельно мы тоже ждем его в эфире это достаточно насыщенный курс он потребует ваше внимание естественно будет чат будет поддержка где мы отвечаем на вопросы где мы помогаем заданиями и да светлана отвечая на ваш вопрос для некоторых нейросетей вам потребуется vpn для того чтобы выполнить задание нет это не обязательно для того чтобы посмотреть и попробовать все о чем мы говорим да к сожалению это будет необходимостью но сами задания конечно мы постарались сделать исключительно для тех нейросетей которые вы можете потестировать бесплатном режиме и без каких-то сложностей с доступа ну и естественно поскольку как я уже сегодня говорила нейросети очень и очень быстро обновляются мы будем и сам курс обновлять то есть мы уже добавили некоторые новые нейросети уже добавили какие-то новые промпты все то что свежего интересного появляется в сети тоже попадает наши руки мы это тестируем экспериментируем и готовы показывать вам результаты но к моему глубокому сожалению даже вот курса длиной в месяц и видимостью четыре вебинара не хватит для того чтобы рассказать и показать все то о чем хотелось бы и так вебинар о том как хранить и работать с материалами да наверное это было бы интересно знаете я запишу эту идею и подумаю вебинаре так это курс для новичков мы рассказываем и показываем все с самого начала вот один из самых первых слайдов по одной из самых первых презентации это распутываемся с понятиями что к чему относится что является синонимами что обозначает разные вещи и дальше идем с самого начала уже к работе так сильно ли он отличается да он отличается иначе бы не было бы двух разных курсов здесь акцент идет не на работу преподавателя а в работе преподавателя я тоже веду сейчас такой курс в при поддержке фонда потанина и там акцент идет именно на решение специфических задач преподавателя то есть у нас например есть процессы как какие-то типовые задачи и мы именно под них подбираем нейросети креативный интеллект он именно креативный он про то как для решения каких-то интересных необычных творческих задач подтянуть нейросети как их вот между собой связать чтобы получилось здорово вот почему а например вот эту нейросеть лучше запускать не с текстовым фронтом а с картинкой а картинку лучше сгенерировать в этой нейросети а оживить потом вот в этой нейросети а музыку например вот здесь вот можно сделать это курс для тех кто создает контент пусть будут это посты в соцсетях или пусть это будут видеоролики или пусть это будет например оформление какой-то интерактивной выставки да он для новичков но при этом в первую очередь на тех кто хочет создавать что-то новое так я наверно очень очень долго занимая эфир давайте я напоследок покажу свои контакты для тех кто хотел бы со мной связаться и задать какие-то вопросы я всегда честно скажу что всем кто мне пишет я отвечаю и для меня важны те вопросы которые вы задаете потому что так лучше понимаю что будет для вас интересно и полезно отлично так да со скидкой да наверное наверное да мне кажется стекла вчера вот поэтому сохраняйте мои контакты когда следующий раз у вас будут вопросы будет будет ли вам полезен какой-то курс вы всегда сможете написать мне напрямую ну или задать какой-то вопрос на лендинге наших курсов так хорошо на этом все что я вам хотела рассказать то что хотела показать я закончила мы думаем уже подождать немного выйдет ли сергей расскажет ли он про свою часть курс и если нет тогда бы я передала слово татьяне добрый день уважаемые коллеги как меня слышно видно поставьте пожалуйста огонек если я слышен и видим нахожусь в командировке поэтому с кем мы знакомы у меня на фоне непривычная всем музыкальная студия а вот такой спонтанный интерьер в двух словах что хотелось бы сказать про курс курс действительно замечательный рассмотрим подробностях все нюансы по созданию креативного контента от написания текстов до создания видеороликов а также их озвучание как правило начинаю с того что рассказываю свою жизненную историю много много лет назад дай бог наверное больше пятнадцати мой товарищ который на сегодняшний момент является ведущим специалистом даже лицом компании intel предложил мне по-братски он говорит Серега давай займемся криптовалютой на тот момент такого слова даже знать никто не знал что такое биткоин и прочее он мне не смог к сожалению объяснить популярно что это такое и я отказался шли годы и вдруг с каждой телевизионной программы с каждого радиоисточника начал звучать это слово и вот спустя годы спрашиваю у него Андрей а что бы было если бы мы тогда начали он говорит мы бы с тобой были очень богатыми людьми вот к сожалению у меня это было брошено пройдено прошли какие прошло какое-то время и я у него же опять спрашиваю а что ты мне вот порекомендуешь на сегодняшний момент он говорит изучай нейросети для меня это опять же было непонятно что такое нейросети как с ними работа вообще что это такое но тем не менее вот наверное лет пять занимаюсь этим вопросом и честно скажу не пожалел ни на секунду поэтому для всех кто думает стоит ли обращаться к этому стоит ли изучать этого да действительно стоит у нас с вами есть последняя наверное возможность запрыгнуть вот последний финальный вагон для того чтобы не отстать от жизни все это развивается семимильными шагами все это прогрессирует непосредственно на глазах поэтому очень важно очень нужно это изучать хотя бы поверхностно нейросети построены последнее вот последнее время именно таким образом что многие сервисы это буквально однокнопочные то о чем мы мечтали на кнопочку нажали и получили замечательный креативный результат мой модуль который буду представлять на курсе связан со звуком помимо того что являюсь преподавателем директ академии я практикующий музыкант Сергей хатабыч как видно по бороде поэтому именно музыкальная составляющая музыкальная часть это мое родное много-много погружаюсь в различные сервисы в различные возможности они буквально вот поистине с каждым днем прогрессируют и позволяют на новый уровень выводить что-то ну и чтобы вот не быть голословным вот как у нас переключаются сейчас 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 чик вот в качестве небольшого бонуса если кто не касался скопируйте пожалуйста этот слайд он вам обязательно поможет в жизни первый сервис позволяет нам перевести речь в текст берем ли интервью записываем ли какую-то лекцию или просто хотим что-то надиктовать нажимаем на кнопочку одна маленькая кнопочка перевести и тут же получаем текстовый вариант если нам необходимо удалить шум раньше целые студии работали над тем чтобы удалить шум вычистить как говорят на профессиональном сленге вычистить запись от шума на сегодняшний момент Adobe подкаст маленькая кнопка очистить и получаем мгновенный результат все сервисы бесплатные все сервисы не требует запрещенного или неразрешенного VPN поэтому пользуйтесь с удовольствием и прочее создаем какой-то либо контент нам всегда требуется озвучание озвучка не у каждого к сожалению есть свои дикторские навыки не каждый может кто-то стесняется у кого-то проблемы с дикцией неважно как здесь совершенно за маленький за маленький бюджет если раньше диктора нанять стоило каких-то там серьезных сумасшедших или не сумасшедших денег сейчас все просто закидываем текст сервис звукограмм или раби вокс я вот честно пользуюсь раби воксом не знаю почему-то он мне зашел больше всего поэтому кому нужно что-то озвучить пожалуйста заходите в роби вокс и за 3 рубля там 4 рубля вы можете озвучить лист а4 прекрасными голосами сервис очень очень простой на курсе мы с ним ознакомимся подробней а так если вот хотите собственными усилиями это все изучить никаких трудов не составит кстати вот давайте я вам сейчас скопируем ссылочку в чат это мой контакт я всегда практически на связи если напишите и не отвечу это не значит что я игнорирую просто вероятнее всего меня нет в сети у меня несколько компьютеров которые подключены всегда и кажется что я постоянно нахожусь онлайн на самом деле это не так вот но в любом случае пишите ни одного запроса не останется без ответа чем смогу всегда буду рад помочь вот приходите на наш курс он был ранее проведен протестирован по программе президентской поддержки все прошло на ура все отзывы были исключительно положительные чему смогли научили анастасия это прекраснейший преподаватель у которой сам учусь постоянно и каждый раз черпаю для себя что-то новое поэтому даже немножко вам в этом завидую вот больше наверное не буду задерживать ваше внимание и так проговорил уже достаточно много ждем вас с уважением уважаемые коллеги мне еще вы